Гусев — это джойстик Гордеева, удобно дёргать за какие-то ниточки. Александр Викторович, ну, очень, наверное, как человек, хороший человек, король-то голый. Александр Викторович, за вас! Заметьте, мужчин от 18 до 49 лет. Старые геи им были не нужны. Старикам тут невеста. Хомосексуалисты настолько распущенные, здравственные, что у них не один головой партнёр, а много. Стыдно, цинично, ну и позорно. И пошло-поехало. Лизать туфли и другие части тела. Ну и что с этого? Привет, друзья! Не виделись тысячу лет по разным причинам. Привет, привет. Да, поэтому мы меняем формат передачи. Ну, во-первых, мы далеко друг от друга. А во-вторых, теперь гость у нас с первой секунды вместе с нами. И сегодня наш гость, главный редактор блокнота «Всея Руси». И просто хороший человек. И Молдовы, и Молдовы. Привет, Дмитрий. Привет, привет. Ну, кстати, вот в скайпе я тысячу лет не пил. То есть вообще опыт такой у тебя был, да? Ну, наверное, на заре скайпа. Давайте попробуем. Ваше здоровье и ваше. У меня жена самогонщица вот понаделала. Надеюсь, что не посадят. Ну, главная тема все-таки это коронавирус, да? Куда ни крути. Но мы от нее отойдем. От счастья. И начать бы я хотел с нашего уважаемого спикера Владимира Хронитесова, главного воронежского единоросса, и его приключениями с подарками в очередной раз. Напомню, Володь, что там было? Ну, началось все еще с маршруток, которые, да, Единая Россия подарила волонтерам. Потом оказалось, что это и не их маршрутки, и они не куплены, они взяты в аренду. В общем, очень такая запутанная история. Да, и в итоге оказалось, что... Поехала возить. Возить обычных пассажиров с брендингом Единой России. В общем, очень красиво. Так еще и да, оказалось, что это автобусы Дмитрия Круцких, депутата Городумы. И, по некоторым данным, он даже не в курсе, что они арендованы. Он как бы вроде бесплатно родной партии их дал. Но вот так вот получилось. Ну, а про то, что ты говоришь, это ситуация с дарением ноутбука, да, на которую уже Единая Россия отреагировала. Можем показать ролик, чтобы... Акция прекрасная была, да, и сюда малоимущим, поможем малоимущим детям, их родителям, техникой, чтобы могли учиться. Но, как всегда, это бывает с Единой России, и все испоганили. Апохабили. И получилось весьма неоднозначно. Да, Дмитрий, что ты думаешь вообще про это? Ну, вообще, я думаю, что здесь, если в комплексе вообще про эту историю говорить, я бы начал с того, что у нас в России, как в стране, к сожалению, отсутствует такой институт, как репутация. То есть наше общество, недозревшее до гражданского, наши сервильные средства массовой информации, то есть которые привыкли лизать туфли и другие части тела, так сказать, чиновников и депутатов, они совершенно забывают о том, кто вообще, о своих героях, да. То есть, знаете, как рыбка гуппи. То есть три секунды, и что-то случилось, забыли, и больше ничего как бы и не было. То есть если вообще посмотреть на, в открытых источниках, биографию того же Владимира Нетесова, главного единоросса Воронежской области, то можно увидеть, что в середине нулевых он возглавлял государственное унитарное предприятие «Воронежинвест», в котором бесследно исчезли более, по-моему, одного миллиарда бюджетных рублей. Один миллиард бюджетных рублей тогда, это, наверное, как сейчас, ну, два или три миллиарда. То есть это огромная сумма. И что вообще можно ожидать от человека, при руководстве которым, да, исчез один миллиард средств воронежских налогоплательщиков. То есть, наверное, по-хорошему этот человек должен быть призван к ответственности. Кто-то должен сесть, наверное, в тюрьму, да, по этим вопросам. Но нет, этот человек делает сумасшедшую карьеру, значит, становится единороссом, избирается депутатом, потом становится главным единороссом Воронежской области. И с какими-то даже губернаторскими амбициями. И если посмотреть, что произошло 15 лет назад, ну, у него была какая-то коррупционная история. А сейчас он второй человек в области, который, конечно же, так сказать, продолжает совершать странные поступки. Но, к сожалению, никто не помнит, что при нем исчез один миллиард. Я бы начал господину Нитюсу вообще всегда бы задавать вопрос, а что вот с тем миллиардом? А тут прицепились, подумаешь, какой-то ноутбук вручил знакомой маникюрши. Ну и что с этого? И если вы еще посмотрите, то видно, там столько камер согнали, столько средств массовой информации. Наверное, туда ехали целая кавалькада автомобилей на это мероприятие вручать этот ноутбук девочке. Мне кажется, что из бюджетных средств было потрачено как минимум еще полмиллиона рублей на все это мероприятие. Там же федеральные СМИ были, да, крупные? Да, федеральные СМИ, местные СМИ все показали. Ну, вы просто представьте, сколько, чтобы отвлечь... Можно было бы 10 ноутбуков еще купить, мне кажется. Ну, наверное, да. То есть, в принципе, Нитюсов и Единая Россия действовали по принципу, сделай помощь на 1 рубль, а распиарь на 100 рублей. То есть, в принципе, как они всегда делали. Если мы говорим ту же историю с автобусами, опять же, если вспоминать про репутацию, да, то есть автобусы, они же чьи? Они бизнесмена и единороса, и депутата господина Круцких. Того самого, который в 2014 году задекларировал доход официальный в 40 тысяч рублей в год. 3 тысячи рублей в месяц зарабатывал господин Круцких. Я когда его видел, у него туфли были дороже в 5 раз, чем его официальный заработок. И этот человек сейчас депутат, единоросс, и какой-то пример, видимо, для наших поколений. И то, что он до сих пор не привлечен к ответственности за эти вопросы очевидные. Да, как ты жил на 40 тысяч рублей в месяц, если через тебя проходили миллиарды наличных денег? Как ты? Он правда? Думать, что этому все поверят? Ну, видимо, все воронежцы верят, и россияне верят, и поэтому вот такие как русских, как некосов. Дмитрий, слушай, а почему главный аппарат «Единой России» никак не реагирует? То есть вообще все равно это? Нет, я думаю, не все равно, но там идет, наверное, большое разбирательство. Я наверняка думаю, что написана очередная записка, что блокнот «Воронеж» – это враги Российской Федерации и Воронежской области и всех властей. Они вечно все перекручивают, переизвращают. И в пример поставят другие средства массовой информации, которые правильно осветили за деньги. Ну да, мы сейчас здесь покажем скрин, какие заголовки были хвалебные. Да, то есть все рукоплескали, хотя все журналисты, которые были, операторы, они четко видели, что это никакая не малоимущая семья. То есть все это фасадный фарс. То есть, знаете, они губы накрашивают этим пиаром, а если посмотреть, там-то уже «Единая Россия» как-то старая бабка. Сморщенная, некрасивая, никому не нужная. Но вот губы они продолжают красить, никак успокоиться не могут. И на самом деле ничего до хорошего это не дает, потому что эти люди дискредитируют не только себя, они дискредитируют власть. То есть они перестают быть, что власть перестают уважать. Ну да, даже не партия, а власть именно, я согласен. Да, даже партия именно власти. Они же партия власти. Они ее дискредитируют собой. И что с этим делать? То есть, я не знаю, ну мне кажется вообще, что в Воронежской области происходит, если опять же в общем говорить, отрицательная политическая селекция. То есть не лучшие становятся на должности посты в результате демократических процедур, а вымывают туда не самых хороших людей, ну можно их назвать худшими, наверное. Ну вот интересно, вот если бы мама школьницы вдруг сказала, извините, я вот не хочу сниматься на камеры, да, достался бы им ноутбук или нет? Или нашли бы другую семью? Ну, сложный вопрос, я думаю, искали бы, конечно, другую семью, им же, во-первых, нужно было не подарить ноутбук, а показать картинку миллионам граждан, нашли бы другую. А как она могла отказаться, если она, как говорят, маникюрша, она, наверное, сразу согласилась. Я думаю, вообще... На записи. Я думаю, хотели сделать как лучше, то есть, знаете, поручили, что девочки подберите какую-нибудь малоимущую, малообеспеченную семью из аппарата. Девочки из аппарата начали списки, говорят, ой, а давайте вот поможем вот этой нашей хорошей, которая нам ноготочки делает, она же без работы осталась. Все захлопали, то есть, ну, все это получилось стыдно, цинично, ну и позорно. Ну, а чья все-таки вина в таких вот просчетах пиар? Это больше Нитесова или все-таки его вот этой команды, которая отвечает за пиар Едино России в Воронеже? Он, что все собирает команды, мне кажется. Или это все вместе? Да, мне кажется, это все в комплексе. Почему? Потому что у Нитесова самого проблема, у него вопрос, где миллиард Владимир Иванович? То есть, такой вопрос Нитесова, я думаю, он за ним идет. Да, и у команды, у него такая же команда, да, то есть, которая обеспечивает видимость работы и попадает иногда вот в такие неприятные ситуации. Как там говорят? Если нет реальных дел, не спасет пиар-отдел. И, к сожалению, то есть, мы видим, что, ну, Владимир Иванович, наверное, с аппаратами Единой России воронежской, ну, дискредитировал не только партию, но и, наверное, власть в целом в своем лице. Потому что, совершив такое наглядное, то есть, это цинично было, и мне сегодня пересылали много роликов из Воронежа, вот, ватсап. То есть, люди уже нарезали ватсап, там идет какая-то массовая пересылка, все смотрят, обсуждают. То есть, ну, они выставили себя в очередной раз на посмешище. Ролик стал вирусным, да? Да. И правительство платит же за вирусные ролики по 220 тысяч, помню. Что-то такое. Может, дадут? Да, опыт у нас есть, да, большой. Так, ну, круто все. Давайте, наверное, за здоровье Нетесова, чтобы было больше хороших дел. Да, Владимир Иванович. А не плохой пиар. Да, и миллиард поищите там, где у вас. Здоровья вам. А вы еще вообще слабаки закусываете, да? У меня сырочек просто для того, чтобы я в конце передачи не... Понятно. Я очень давно не пил. Так бы не пощажется, по крайней мере. Предлагаю, Володь, перейти ко второй теме. Такое, одно из важнейших. Это прямая линия... Ну, совещание. Александром Воронежской области Александром Бусевым и президентом Владимиром Путиным. Это же позорище. Сколько, по вашему мнению, будет стоить все строительство? Ну, мы пока исходим из того, что одно место в таких учреждениях стоит примерно 1 миллион рублей. Поэтому 250 мест. Ну, примерно стоимость 2,5 миллиарда рублей. Мне кажется, к этому пора привыкнуть. Ну, просто губернатор Воронежской области не Рональд Рейган, он не актер. Он обычный хороший человек, которого вот эта вот отрицательная селекция вынесла на вершину. Почему? Потому что он удобный, сговорчивый, не амбициозный, как мне кажется. Да, то есть готов поклоняться, преклоняться. И поэтому, вот как мне кажется, то есть начало проблемы Гусева еще в том, что он же тоже не публичный политик. Он впервые был избран, по-моему, избирался хоть куда-то. Это были первые его выборы. Это были выборы мэра Воронежа в 2014 году, когда со всех сил его заносили... Он ему раньше, да, то нет? Нет, в 2014 году его изо всех сил заносили на кресло мэра, потому что его чуть не победила баба Галя Кудрявцева, по-хорошему. То есть в результате всяких ухищрений, манипуляций кое-как они смогли избрать Гусева. И то его поддержку ему оказал сумасшедший Гордеев. Они же вдвоем были на плакатах, да? То есть он поделился, Гордеев, своим ресурсом, своим доверием с Гусевым. Это, значит, первая история. Вторая история. Когда Гусев избирался в губернаторы, ну, тоже не было видно каких-то встреч с избирателями, разговоров с населением, да? То есть просто, как московские математики посчитали, что примерно 53% голосов, отданных за Гусева на выборах в 2018 году, если не ошибаюсь, губернатора, 53% это было с признаками фальсификата. То есть это нарисовали ему на площади Ленина-1 в избирательных комиссиях, участках, и показали, сказали, смотри, как тебя любят жители Воронежской области. И он поверил, мне кажется, в это? Ну, он, возможно, в это поверил. Возможно, он немножко понимает, что все не так просто. Но такого авторитета Гусеву, да, как тому же Гордееву, я, например, у жителей Воронежской области не ощущаю. То есть это просто хороший человек, которого за собой поставил Алексей Васильевич Гордеев. Мне иногда вообще-то напоминает такую ситуацию, что Гусев – это джойстик Гордеева, да? То есть и когда надо какие-то важные события делать, Гордеев берется за этот джойстик вот так вот и управляет губернатором. А тебе не кажется, что его поставили, потому что он очень удобен для Гордеева? Конечно, он очень удобен для Гордеева, он исполнительный. Видели, там Путин ему немножко что-то сказал, Гусев был согласен на все. Хоть там 30-20%, он сказал 100% софинансирования, 146% согласился. Прямо с ходу, с разгону. Сколько вы готовы софинансировать? Ну, мы готовы до 30%, Володя. До 20%? Да. То есть и Гордеев, наверное, такой человек понравился, плюс я подозреваю, что есть какой-то лютый компромат на Гусева и на Кстенина, и, собственно, поэтому их вознесло на самую вершину, ими удобно управлять, удобно дергать за какие-то ниточки и управлять. То есть они действуют не в интересах общества, а в интересах тех, кто их поставил туда на должность. Если мы говорим про Гусева, его туда поставил Гордеев, и при помощи кланов воронежских, если мы говорим про Кстенина, его не избирали жители Воронежа, почему тогда он должен отстаивать его интересы? Он будет отстаивать интересы те, кто его избрал. Это депутатов городской думы, которые тоже входят в кланы строительные, коммунальные, еще какие у них есть. И поэтому власть оказалась в нынешнем формате, в нынешней версии, да, это когда есть Гусев у нас, Кстенин, Нитиосов, Ходорев, власть оказалась еще более оторванная от воронежцев, и поэтому этот разрыв все больше увеличивается и уже превращается в какой-то этот Гранд Каньон, как там в Америке, да, то есть на одной стороне есть воронежцы, и где-то там далеко есть вот эти великие люди, которые пытаются друг друга докричаться, не знаю, там, через нынешние каналы коммуникации. Те им показывают, как они дарят ноутбуки, а обратно эти им показывают дули, фиги и прочие, так сказать, непотребные вещи. То, что теряется уважение к власти, это большая проблема, я считаю, в Воронежской области, потому что эти ребята сейчас ведут, у них отрицательная динамика, как мне кажется. А тут на носу выборы. Тут на носу выборы, конечно, и встреча с Путиным, ну, что показало, что Александр Викторович, ну, очень, наверное, как человек, хороший человек, но как управленец, как политик, как оратор, он не дотягивает до каких-то, так сказать, высот, масштабов. Ведь, вы посмотрите, есть два разные Гусева. Первый Гусев – это с отчетов пресс-службы, где там какие-то выверенные слова, хоть они, может быть, общие, но он там такой уверенный весь. Серьезный. Серьезный, уверенный, да. А когда начинаются съемки в прямом эфире, прямое общение, вот тут вот и выявляется, что король-то голый. То есть, и Свита его, конечно, пытается его как-то оберегать, рассказывать, что это все враги, хотят там вам зла, Александр Викторович, что вы, на самом деле, вы замечательный человек. В общем, к сожалению, губернатор Воронежской области живет в огромных иллюзиях, которые создал его аппарат, и которых он верит сам. И поэтому такие истории, как, не знаю, с Нитиосовым и с Гусевым, где он там посчитать, две цифры сложить не смог, а потом на все соглашался, и про него Арам Ашотыч Габрелянов вот сказал такие замечательные слова. Очень жесткие слова. Очень жесткие слова. Ну, Арам Ашотыч, он человек опытный, он видел пачками сотни вот таких губернаторов, и, наверное, он имеет право что-то вот говорить, давать оценки, да. Тем более, он за свои слова готов дальше, как я понимаю, как всегда отвечать. Да, 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 никогда не скрывался. Да, увы, Александр Викторович пока не похож на сильного губернатора, которого уважают, которого... Слушай, смотри, знаешь, как у нас преподносят пресс-служба губернатора, вообще, встречат с его, с президентом, прямой эфир. Потрясающе великолепно. Да, Путин поддержал инициативу Гусева. Путин даст денег Гусеву, то есть Воронежской области там, да. То есть Гусев обо всем договорился, понимаешь, то есть как заслуга вот это унижение, на мой взгляд, унижение, которое было в прямом эфире, когда Путин просто показал реально мастер-класс, как надо делать. Да, мастер-класс по управлению, решению быстрого вопроса. То есть они перевирают, да, и через многочисленные свои госсми, и СМИ, которые сидят на контракте, подают, какой Гусев молодец. Ну, это вообще задурачивание, мне кажется, население абсолютно. Что такое симулякер? Это копия того, чего не существует, да. То есть, и поэтому государственные СМИ, областные, да, то есть которые на контрактах или по великой дружбе, они тоже перед воронежцами рисуют другую картину, которая не существует, иллюзорную. Если мы вспомним, так и распался Советский Союз. То есть, когда по телевизору говорили одно по бумажке, читали, что у нас великое государство, а на кухнях обсуждали другое. Так вот, примерно такой же процесс сейчас начинается, только теперь, когда в мире есть социальные сети и каналы коммуникации, все это будет гораздо быстрее. То есть тот же, например, ролик, где он там не может сложить 250, умножить 250 коек на 1 миллион, да, он же тоже пойдет рассылаться, и все будут радостно говорить. Нет, ну а может для него 2 миллиарда, просто это такая, там обсчитался, здесь, это ничего страшного? Ну может ничего страшного, но, знаете, мы же вообще впервые увидели их встречу в прямом эфире, не вырезанную, не заретушированную, ничего, и сразу вот такой эпик фейл. То есть я подозреваю, что эти эпик фейлы, они постоянно сопровождаются, то есть нам опять же дают неправильную картину, то есть картину, которую вычищают, вылизывают, да, то есть иллюзии, то есть все занимаются надуванием... Но местные Геббельсы, Геббельсы, Геббельсы правят, да? Ну я как бы, Геббельс, конечно, по сравнению с ними пропагандист от бога, они как могут, и надо сказать, что и Сталин у нас был, да, и великий пропагандист, то есть какие мощные были, ну было такое время. Но то, что, мне кажется, ребята не справляются и попадают в эти ситуации, ну это очевидно, с другой стороны, чем, что продолжится, как они будут исправлять или не будут исправлять это, ну это мы посмотрим. Я, если честно, особых иллюзий по поводу того, что они исправятся, станут лучше, не питая, потому что я вообще мало видел людей, которые в своей жизни радикально менялись. Володь, как ты считаешь, досидит гусер до конца срока? Так вот, мне интересно, федеральный-то центр, наверное, как-то анализируют, пусть здесь иллюзии в Воронежской области, там, да, пыль в глаза, но там-то все видят и как-то... Ну, смотрите, федеральный центр точно всегда анализируют, единственное, если вы заметите, посмотрите, он не всегда быстро реагирует, точнее, он никогда быстро практически не реагирует. То есть, когда копится недовольство, когда достигается какая-то критическая масса, вот тогда это может вылиться в какие-то там отставки, разборки и все прочее. Но то, что в эту чашу терпения администрации президента добавилось несколько больших капель за эту неделю в Воронежской области, это 100%, потому что они своими действиями, вот то, что они делают, они немножко, как я уже говорил, теряют уважение, над ними смеются, и имидж власти региональной падает. То есть, и вместе с ним, ну, как бы все эти государственные конструкции. Чего бы очень сильно не хотелось, чтобы они падали, потому что, как мы знаем, революция – это совсем страшные вещи, и никому не хотелось бы пережить. Поэтому хочется, чтобы все сменилось мирным путем, и действительно была не отрицательная селекция в политике Воронежской области, а положительная, чтобы не худшие люди попадали на должности, а люди, которые чего-то хотят изменить, сделать мир к лучшему. Ну и нельзя забывать, какое сейчас время, то есть, да, власти нужен какой-то лидер такой, именно сильный. Блокальный. Да, который… Все ждут, что вот… Власти нужны лидеры, но все лидеры на самоизоляции, мне кажется. Ну, наверное, да. Ну, согласитесь, Гусев Александр Викторович может походить на кого угодно, на хорошего, доброго дедушку, отца, директора какого-то предприятия. Но он как и был директором предприятия в свое время. Так он и директор Воронежской области. Да, а тут, извините, все-таки уровень губернатора – это гораздо выше. Здесь не только хозяйственная деятельность, но еще и политика, и забота, забота о людях. То есть, люди же заботу, так сказать, видят, как им оно проявляется. Маникюрщицам тащат ноутбуки, и все. А дети в селе сидят там под дождем и вот вай-фай ловят. Ну, все это ложное. Да, и вся эта история с раздачей этих огромных, там сколько, 8 тысяч семей, там 11 тысяч семей будут обеспечены продуктами. Как сказать, вот как я на эту историю смотрю. То есть, утвердили сначала список тех, кому будем помогать, да, то есть предприятиям, отраслям. Их нальют большими деньгами, то есть из бюджета Воронежской области, из государственного бюджета для того, чтобы спасти предприятия вот этих вот наших сельских олигархов, строителей, я не знаю, кто там еще попал. И только после этого, то есть по призыву их лидера, то есть заметьте, что не губернатор попросил помогать семьям, а вице-спикер Госдумы Гордеев, бывший губернатор. То есть мне кажется, что Гордеева можно называть в этой истории теневой губернатор Воронежской области. То есть он взял, обратился, что давайте помогать. И все беспрекословно начали помогать. И что получается? То есть из государственного бюджета на помощь предприятиям выделят миллиарды, а на помощь людям эти предприятия, продуктовые наборы, выделят, дай бог, миллионы. То есть что бы ни происходило, все эти реформы, помощь от государства, богатые становятся еще богаче, бедные становятся еще беднее. Но в принципе и на это спасибо, то есть то, что там 11 тысяч семей получатся продуктовые наборы и что-то там поедят. Ну, хотя бы так. Давайте скажем спасибо, я предлагаю уже закончить с Путину, с Гусевым, с их встречей, с социофобией. За то, чтобы губернатор ничего не боялся, был лидером. Да. Александр Викторович, за вас. Ну, чем мы все-таки с Гусевым, я предлагаю продолжить. Мы тут на днях разобрали госзакупку очень интересную. Правительство Воронежской области купило две квартиры в центре города, на улице Гропоткина, за 12 миллионов. Ну, то есть там одна около шести, другая там около что-то там, ну, шесть с чем-то больше. Вот. Для чего квартиры, причем там указывалось, что квартиры должны находиться в радиусе не более километра от правительства. То есть, ну, скорее всего, это для служебных нужд, как я вижу. Для успешной доступности для какого-то хорошего, большого человека. Мне просто интересен ценник, потому что не так давно я купил в центре тоже квартиру на Плехановске, еще ближе, это метров 300, наверное, правительства. Но вот цена была значительно ниже, вот, чем шесть миллионов. Ну, какая была цена? Сколько за квадрат ты отдал? Ну, наверное, раза в полтора меньше, чем у них. Ну... Это 1,7 даже меньше. Ну, так. Ну, стоимость почти... И была квартира по квадратам больше. Ну, смотрите, у нас же ж кто вообще рулит Воронежской областью, да? То есть, есть много строителей, которым нужно продать свое какое-то там жилье, да? То есть, они его много строят, как-то оно у них там остается, какое-то они его передают. Но рынок жилья такой, что на нем очень много все стараются заработать. Я думаю, проблема... Не то, что проблема, а корень надо искать там, что возникла необходимость, что какой-то чиновник переезжает в Воронеж, у него нет своего жилья, на свою зарплату 500 тысяч рублей в месяц он не сможет снимать, арендовать квартиру. То есть, ему надо платить и 500 тысяч рублей, и квартиру, и чтобы он еще питался бесплатно, и машина его возила. И поэтому, понимаете, в их головах ничего такого нет. Ну, как? Есть у них какие-то там регламенты, протоколы. Вот переезжает большой чиновник, надо его всем обеспечить. Они по этому регламенту действовали, но и заодно подкинули там какую-то там организацию, частным лицам, выкупив у них эти квартиры удобные для них, кто-то на этом еще заработал. То есть, в Воронежской области постоянно кто-то зарабатывает какие-то большие деньги на стройках, да? Да, строительные классы у нас, это в социсследовании даже показало, что в городе рулят строители. Да, строители, то есть, это, кстати, одна из особенностей Воронежа, потому что не во всех городах рулят строители, они там занимают какие-то части, но в Воронеже строители занимают какие-то главенствующие позиции, и, в общем, эти строители, так сказать, и являются представителями парламентов и городского, и областного. Ну, они же принимают бюджеты, они же стараются возводить всех этих чиновников, дружить с ними, и поэтому стройка – это дело святое. Поэтому на стройку Воронежская область всегда будет тратить деньги налогоплательщиков, покупать квартиры всем чиновникам, детям-сиротам похуже, конечно, но тоже за большие деньги, за вышенные расценки. Но у нас всех людей переселяют в район Шилово. Ну, ты был, жил в Воронеже, знаешь, где? Да, знаю, да, это туда вот на отчетную. Ну да, когда расселяют аварийные какие-то, аварийные дома. Это же входит в Шилово в территорию городского округа Воронежа. А отселять можно в любое место городской территории. То есть сначала они законодательно расширили и присоединили всякие Шилово и прочие там… Ну, в Шилово в Шилово в Шилово в Шилово. Да, и теперь они как бы делают бизнес. Ничего удивительного не вижу. То есть подумаешь, 12 миллионов рублей потратили, а бюджет-то огромнейший, там сколько, я не знаю, 67 миллиардов рублей, наверное, да, бюджет в Воронеже? Да, да, да. Примерно так. Ну, что такое 12 миллионов рублей для того, чтобы купить кому-то? Кому-то помогли, наверное. Сколько ноутбуков зато на 12 миллионов можно набрать? Можно. Можно было в Шилово, мне кажется, 12 квартир взять. И чтобы чиновники весь этот путь на маршрутке проделали до правительства, может быть, они как-то испытали бы все прелести жизни простого воронежца, и таких закупок у нас стало бы поменьше, да? Давайте, наверное, все-таки выпьем. За то, чтобы не было у нас таких закупок, и чтобы чиновники были ближе к народу. Неисполнимая мечта, но тоже хорошая. Мы мечтатели. Да, мечтать не вредны. Смотрите, но все-таки тему коронавируса мы не можем, да, обойти стороной. Но посмотрим на нее с другого ракурса. Новоусманский фельдшер по фамилии Косякин, вот не знаю, говорящий ли это фамилия, стал блогером неожиданно, и выкладывает видео, где, по его словам, обличает руководство облздрава, руководство Новоусманской больницы районной. То есть говорит то, что коронавирусные врачи, которые работают с коронавирусными больными, отправляют на задание, да, без должной, без защиты, без костюмов. Секундирование, то есть и из его бригады двое так заразились, и сейчас он тоже, вполне возможно, заразился, теста пока нет. Мы с ним пообщались, и человеку собирается идти до конца. Также пообщались с облздравом, и облздрав говорит обо всем, но не о проблеме. Не говорит, не показывает, как выглядят врачи в Новоусманске. Вот это, на мой взгляд, странно. Тут важно именно порядок событий. Сначала он записывает видео, вернее, пишет пост, в котором говорит, что нет защиты, нет ничего, и тогда еще неизвестно было о зараженных. Потом это называют фейком на официальном уровне, полиция, облздрав. А через пару дней оказывается, что двое его коллег подхватили коронавирус. И сразу же он уже не фейк, но Оксана Козлова все называет фейком. Я так и не понял, да? И вот из ее постов там в фейсболе... Это очень удобное слово фейк. Фейк, она просто, в принципе, она понимает, что такое фейк. Я думаю, все понимает, но на самом деле словом фейк сейчас можно очень сильно напугать любого средства массовой информации или любого гражданина. У нас же введена уголовная ответственность на фейк. И поэтому все, что не соответствует официальной позиции, то, что не нравится властям, может быть признано фейком. И за это человека могут наказать средства массовой информации, тоже там каким-то репрессиям подвергнуть. И поэтому это просто удобная позиция назвать фейком. И вы посмотрите, что, в принципе, ну, большинство средств массовой информации в Воронежской области услышат слово фейк. Они сами себя боятся, понимаешь, в чем проблема воронежской журналистики, о чем я много говорю. Они боятся сами себя, даже, может быть, цензуры такой нет, и не поругают их хозяева от власти. Но они трясутся от любого какой-то... Ну да, они... Если сейчас у нас в обществе называют, наблюдают коронавирусный психоз, то у них какой-то самоцензурный психоз. Да, абсолютно верно. Они друг друга накручивают. А что там подумает тот, а что тот? И поэтому они... Ну, мы все понимаем, и поэтому большинство СМИ в Воронежской области эта тема неудобна, они на нее смотреть не будут. То есть они тоже не исполняют свою функцию. Ведь функция СМИ – это освещать реальные события, а они делают иллюзорную повестку о том, что у нас все хорошо, все здорово, а-ля у люга не гусей, и все прочее. Вот. И что я могу сказать? Из того, что, может быть, неизвестно другим, я вот общался совершенно случайно с человеком, кто близко знает этого Косякина, то есть сам Косякин не ответил на мои обращения, хотя я тоже пытался разобраться в этой истории. Мы, да, исключались все-таки. И человек, который близко знает Косякина, этого Александра, он сказал, что он стал медиком по идейным соображениям. У него вроде бы умерла сестра от какой-то болезни, и он еще с детства решил, что он будет медикам спасать людей, помогать. То есть в этом случае, как я вижу, что в принципе медики все притихли, то есть это же не только у Косякина, наверное, не хватает всякие там защиты и всего прочего, но все, так сказать, преклонили свои головы и работают для того, чтобы, не дай бог, станет хуже. А он человек идейный. То есть он медиком стал, по всей видимости, по сугубо идейным соображениям. У него умерла сестра, и он решил, что это его призвание, это его миссия, путь лечить людей. И вот идейный человек столкнулся с несправедливостью и пытается эту несправедливость донести до других. А его обзывают фейком, значит, и вообще конфликт, конечно, если мы видим по голосованию, то есть на большинстве... 90 на 10 примерно. Да, большинство верят в фельдшеру, чем в облздраву. Хотя здесь ситуация не 90, наверное, на 10. Я думаю, что облздрав тоже во многом прав, но так как доверия нету к властям, к облздраву, много раз они пытались замаслить действительность, наврать, поэтому люди начинают верить идейному Косякину. И так и рождаются революционеры с маленьких людей, которые они посмотрели, что маленький человек вдруг взял флаг и пошел бороться с несправедливостью. И все из-за этого человека, хотя боятся за него выступить другие медики, как я понимаю. То есть это проблема с тем, что Косякин, в отличие от других медиков, как я уже сказал, человек по всей мере идейный, и он решил с этим бороться. Потому что медицина для него это миссия, это призвание, жизнь, а не способ существования. Слушай, ну я вот тебе сейчас скажу про наше, сейчас секунду, про наше общение с облздравом. Мы очень хотели сделать совершенно положительную статью о врачах, которые борются с коронавирусом. То есть показать этих людей, чтобы они рассказали нам, то есть как все происходит, как это плохо, какие симптомы, как умирают. То есть весь труд героизма, потому что реально эти люди стоят сейчас первыми на баррикадах и спасают жизни. Облздрав за час, нам сказал, все врачи отказались что-либо говорить, но это же смешно. А комментарии и ответы они шлют днями, а то и неделями. Ну, это стиль работы Воронежского облздрава. Если мы даже не эту конкретную ситуацию обсуждаем, а в общем, сколько попыток до этого было брать у них какую-то хорошую, позитивную, эксклюзивную информацию о том, что воронежские медики сделали какую-то уникальную операцию, о том, что воронежские медики чего-то там еще хорошего сделали, что может быть какой-то юбилей у великого прославленного медика и хочется оцифровать, рассказать его жизнь, путь, какой он великий медик. Но нет никакого сотрудничества. Они, как я понимаю, облздрав, может быть, в нас видят не врагов, но точно не друзей. Мне кажется, они боятся то, что мы где-то, извините, заражением под... Вот. Ну, этим, так сказать, и славится Воронежский блокнот и все остальные, да, то есть ожидать можно всего чего угодно, но... Но за словом мы отвечаем, если мы говорим... Конечно, да, мы хотим показать реальную картину, а не то, что, так сказать, они делают из облаков, говна и веток вот этот великий пиар и все прочее. Ожидать-то можно чего угодно, но есть все-таки должностные обязанности, да? Ну, есть должностные обязанности, но пресс-секретарь сказал нет, а все медики подчинены сейчас пресс-секретарю, то есть любые официальные комментарии их же тоже поставили... Да, их только через пресс-службу. Я просто вспоминаю времена, когда я раньше был журналистом, то есть где-то этот перелом в нулевых годах случился. То есть раньше просто позвонил, договорился с медиком, сделал комментарий, а потом началось, нет, вы согласуете сначала с горздравом, облздравом, а те на всякий случай говорят, лучше нам ничего не надо, мы сами что нам нужно дадим. И вот они тоже начали закапываться в собственном вранье. Они реальную картину не дают, люди им поэтому не верят, что показывают голосование с тем же фельдшером Косякиным. Ну да, посмотрим сейчас, не только про фельдшеру он будет, я думаю, даже отдельную статью сделать. Да, можно. Просто вот про фельдшера, да. А можно и не делать. А можно и не делать. Они вообще ничего не делают. Они назвали все его слова, вот о том, что не хватает там этих средств защиты, да, фейком, просто сказали. Это фейк, все, это неправда. Это очень удобно, все обозвать одним словом фейк. Но, можно, стоит отмотать буквально на пару недель назад, когда вот это все только разворачивалось, вся эта пандемия, в Воронежской области ввели режим повышенной готовности, и что пресс-служба областного правительства писала про количество ИВЛ-аппаратов, что полностью укомплектованы, планируется, и что говорит Гусев Путину, что у нас нехватка ИВЛ. Нехватка ИВЛ. А как же так получилось? По оснащенности аппаратами ИВЛ Воронежская область по публичной статистике, которую удалось добыть, по-моему, Медуза публиковала, находится в конце списка. То есть, если, например, в Москве 40 аппаратов ИВЛ, по-моему, на тысячу человек, что ли, я могу ошибаться, или на 100 тысяч, как они там считают, то в Воронежской области всего 15. Так там их было 380, что ли, на всю область, я могу ошибаться. Ну, совсем мало. Их может не хватить, этих аппаратов ИВЛ. То есть, это показалось, что у нас медицину оптимизировали, оптимизировали, и то оптимизировали. Причем это начало было большое положено во времена оптимизации бюджетной сферы, которую объявила вот эта партия «Единая Россия», о которой мы говорили в самом начале. Тот же там Нитесов, да, видимо, как-то тоже голосовал за какие-то там моменты со своими другими депутатами. И, в общем, дооптимизировали медицину до того, что... А представляете, если бы начнется драка за аппараты ИВЛ? То есть, если реальность... Да начнется, потому что... Если эпидемия закрессирует... Такой расизм произойдет, но не по классу, на мой взгляд, кожа, естественно, да, а по классу жизни. По классу жизни, конечно. Все блатные побегут договариваться. То есть, как я вообще вижу ситуацию, скорее всего, господин Щукин, да, то есть, департамент здравоохранения. То есть, ему скажут, сколько у нас аппаратов ИВЛ? Ну, там, условно, 400. Ему скажут, давай ты 100 отправь в резерв, и по личной там подписи, не знаю, Шабалатова, там, Гусева или кого, мы эти аппараты будем распределять нужным людям, там, маникюрщицам сначала, а потом людям... Мне кажется, в этой ситуации ее подарок не ждет. Может быть, но все равно, то есть, драка, когда возникает дефицит, за этот дефицит начинается драка, да, за ресурсы. Я просто боюсь, что если, не дай бог, эпидемия или пандемия закрестнет Воронежскую область до той степени, что нужны будут очень сильно аппараты ИВЛ, то тут вскроется огромная коррупция, блат и все прочее, потому что какую-то часть аппаратов точно отложат для обслуживания великих людей, а людям второго сорта что достанется, то и достанется. Даже второго, мне кажется. второе еще можно получить. Второе это жители городов, а третий сорт это жители сельских районов. Ну да. Ну тут вот вопрос доверия как раз, да? Говорили, что хватает аппаратов, потом их, оказывается, не хватает. Говорят, что фельдшер фейк полностью, а как на самом деле? вот решать нам, решать ворота. Ну что сказать, то, что аппаратов не хватало, это было видно из официальной статистики, если сравнить в каких регионах, там, в Самарской области их, нет, ну понятно, потому что они должны быть ворота, когда нет пандемии. Просто почему нельзя признать это, сказать, да, у нас вот, там, так, так, нам надо это, надо сюда деньги, нет, сначала создают картинку красивую. свободные люди, они, наверное, могут признать и свои ошибки, да, покаяться и все прочее, а у них система настроена так, что они безгрешны, ни в коем случае ошибок никаких допускать никто не должен, и поэтому лучше отчитаться, на словах сказать, что все есть, а когда, если ситуация наступит, ну тогда и разберемся, тогда Путина будем просить, Господа Бога и кого-нибудь еще. Ну, прямой эфир показал, да. То есть, в принципе, прямой эфир показал, Гусев добрался до Путина и попросил. Молодец, молодец Александр Викторович. Чтобы аппараты ЭВЛ никому не требовались за скорейший выход из самоизоляции. Дай Бог, да. Я уже реально вот так сидели, а не по скайпу. Да, потому что пора уже выходить в офис, я вообще очень сильно по самоизоляции уже устал, а все по чему, потому что я мужчина, а не домохозяйка. Меня заставляют. Работать в два раза больше как минимум, потому что я всем просыпаюсь, начинаю что-то делать, ну, либо писать, либо там уже планировать работу и заканчиваю часам, наверное, десяти к одиннадцати, поэтому лучше в редакцию. Да. Ну, и самая веселая новость дня, я думаю, которая войдет в золотой фонд год закупок. В аналы, в аналы, да. Да, здесь уместно это сравнение. Это закупка за пи***чки. Точнее, на исследование. Но нам придется пикать. За наших родных воронежских геев. Ну, да, конечно. За наших родных воронежских геев. О чем речь? Центр СПИД с помощью, опять же, правительства на госзакупках искал сто гомосексуалистов на исследование. Вот. То есть, они хотели проводить социологическое исследование, опрашивать там великолепные фразы мужчин, которые приемлем имели имели секс с мужчинами. Заметьте, мужчин от восемнадцати до сорока девяти лет. То есть, старые геи им были не нужны. Старикам тут не место. Да, то есть, они их отбросили сразу. Это эйджизм по отношению к геев. Вот, да. Закупка вообще прекраснейшая. Там что-то двести шестьдесят тысяч, да, двести шестьдесят восемь, что-то такое, двести пятьдесят. Вот, двести пятьдесят. в принципе, немного. Мне больше нравится другая ситуация. Как они собирались вообще исследовать их? Вот, по мнению, опять же, которые бы назвали семь своих партнеров и привели. Эти семь партнеров. Они сразу считают, что гомосексуалисты настолько распущенные, здравственные, что у них не один половой партнер, а много. Это же какая-то пирамида получается. Я же тебе говорю, получается, те семь, потом эти семь, уже других семь обязательно. И пошло-поехало. Как пошутила одна наша журналистка, там могли бы дойти до мэрии Воронежа? Безусловно. Я думаю, дошли бы по этой цепочке. И я помню, несколько лет назад много шуму наделал мой пост, что я написал с намеком, что в мэрии Воронежа как минимум два заместителя мэра заднеприводные. На что все начали говорить, а их было шесть тогда, а кто же, кто же эти люди? Я тогда не сказал и сейчас не скажу, но скажу, что сейчас этих людей на посту заместителей мэра нет. То есть, про кого такая мысль была. Но кого-то следят, я думаю. Да, они в других местах уже. В местах? Ладно. Мне абсолютно нравится эта тема. Вообще, это очень великая история, особенно реакция. Реакция безумная. Реакция была мгновенная. То есть, когда СМИ написали об этом, то есть, может быть, кто-то там ерничал, кто-то там прикалывался, каждый давал свой формат информации. Но в официальном ответе, по-моему, облздрава, то есть, они написали о том, что СМИ хайпанули. Я впервые, кстати, увидел слово хайп в официальной религии. Но это, видимо, пошел крэп. Фейк, хайп. Да, хайп. Да, короткие слова. Хайп, фейп. И вот они сказали, что из-за этого хайпа, то есть, СМИ вмешались в работу гнидиков, и поэтому мы, значит, не будем проводить вот этот вот конкурс, это исследование и все прочее. То есть, и воронежские гомосексуалисты будут умирать от горя там и гомосексуализма, по всей видимости, из этого исследования. Нет, нет, нет. Если напомнить, ребят, то есть, что теперь воронежские гомосексуалисты закрепнется в СПИДе. Вот из-за нас. Закрепнется в СПИДе, там какие-то начали обвинять, что это из-за журналистов. Причем, знаете, им, когда, например, проводился конкурс на вертолет для Центра медицины катастроф, да, там огромная закупка была на десятки миллионов рублей, то никого это ничего не остановило. То есть, эту закупку сделали, потом на этом вертолете витал секретарь, руководитель секретариата Гордеева Вершинин. Помните? Да, да, старая история. Знаменитая история. Пятилетний, да. С той знаменитой историей облздрав никакого релиза ничего не выпустил, то есть, их, видимо, все устраивало. А тогда слово... Они провели закупку на их вертолете, который... Слово хайп просто не было. ...катастрофы. Какой-то жирный дядя витал, да, туда-сюда, к себе на дачу по два раза в день. И тут никто не хайпанул, и никакого фейка не было. А тут, значит, когда СМИ нашли маленькую закупочку, сделали, ну, достаточно познавательные, интересные сюжеты, потому что, ну, я думаю, всем горожанам и налогоплательщикам интересно, куда уходят их деньги, на какие-то... Ну, для того, в принципе... И, наверное, эта проблема действительно важна, и, наверное, правда, нужно чего-то исследовать. Я, правда, настолько далек от этих тем, да, то есть, от медицинских исследований и гомосексуализма, мне вообще трудно, ну, как-то дальше комментировать, кроме того, что облздрав, на мой взгляд, снова повел себя как-то неадекватно и снова извратил свое видение, так сказать, повестки... Извратил прекрасную закупку на гомосексуалистов. Да. Как им не стыдно? Это же просто наука была. Сначала была наука, но все извратили своими заметками вот этими пошлыми и вмешались хайпом, вмешались в работу медиков, и теперь медики опустили руки и не знают, что делать. Не знают, гомосексуалисты. что, что, когда узнали, что их не будут исследовать, они же рассчитывали, видимо, что их будут исследовать, и как-то это улучшит их состояние, там, положение или жизнь. Дим, ну, спасибо тебе большое, было приятно. Спасибо, да. Ведите тебя гостем в первой передаче в рамках самоизоляции. Да, формат сложный, то есть, ну, я думаю, мы будем к нему привыкать, потому что дистанционное общение становится трендом и нормой. Я передаю огромный привет Воронежу, всем воронежцам, кто меня знает, я очень сильно соскучился. Приеду, всем позвоню заранее и позову. И еще не раз поднимем, так сказать, сам пьем стаканы только уже по-настоящему. Спасибо вам. Пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок